Новый скандал на YouTube. В этот раз он связан с детской порнографией и уже крупные рекламодатели вновь отзывают свои рекламные компании. Это Nestlé, Disney и McDonald's. Они остановили свои рекламные компании на платформе YouTube из-за того, что огромное количество педофилов используют детские видеоролики для осуществления своих грязных дел. В чем суть скандала, как это повлияет на рекламодателей и другие новости из мира YouTube в нашем сегодняшнем выпуске. Как я уже сказал, ряд крупных компаний остановили полностью свои рекламные компании на платформе YouTube. Они теперь не закупают рекламу до дальнейшего выяснения и разрешения проблемы. Отказ произошел в связи с тем, что в комментариях ко многим детским роликам педофилы домогались до детей и писали разные непотребства. И публикация этой новости, как это обычно бывает, приобрела очень широкий размах и вызвала грандиозный скандал на YouTube. Напомню, что такие скандалы происходят практически каждый год. В прошлом они были связаны с детским трэш-контентом, пропагандой неравенства, экстремизма, терроризма и прочими другими социальными проблемами. По факту, ролики, которые стали участниками данного скандала, не нарушают правил YouTube. Однако действия комментаторов просто ввергают в ужас. Настоящие педофилы общаются в комментариях на YouTube. Ну, в общем-то, это и неудивительно, потому что, если почитать, например, комментарии к видеороликам в Рунете, там столько хейта, что, можно сказать, там общаются и террористы, и педофилы, и просто какие-то конченые дебилы, и люди совершенно больные психически. Это не новость, но такие ситуации регулярно вызывают скандалы и очень бьют по рекламодателям, которые чуть что сразу начинают строить из себя таких добрых, честных, порядочных, сворачивать свои рекламные кампании и делать вид, да как так можно? Мы не хотим быть к этому причастны, мы не хотим с этим ничего общего иметь. Здесь произошла конкретно такая ситуация. И более того, представители YouTube вынуждают заявлять, что да, действительно, это серьезная проблема, ее надо решать. Любой контент, включая комментарии, который подвергает опасности несовершеннолетних, является отвратительным. И у YouTube есть четкая политика, защищающая права. Сообщил представитель YouTube. Это правильно, но здесь уже какой-то переход за грань толерантности с этими рекламодателями. Так вот, за 48 часов YouTube закрыл комментарии под 10 миллионами видеороликов и заблокировал более 400 аккаунтов за неподобающее сообщение. Не все блогеры поддержали призыв Отсона бойкотировать YouTube, отказаться от рекламной платформы. Некоторые обвинили его в попытке устроить рекламный апокалипсис, и, собственно, я считаю, что именно так и было, который лишь навредит авторам, использующим платформу в качестве источника для заработка. В общем, когда находишь какой-то непотребный ролик, то можно всегда на него пожаловаться, и YouTube спокойно удаляет этот ролик. Аналогично есть система жалоб на комментарии, и это все решается. Теперь, какие действия предпринимает YouTube для того, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних на платформе? В ответ на скандал с неуместными комментариями к детским видео, YouTube уже изучил, удалил тысячи таких комментариев к видеороликам. Как я уже сказал ранее, многие комментарии были закрыты, и, возможно, вы уже замечали, что если у вас детский канал, то по какой-то причине у вас под роликами закрыты комментарии. Это сделано именно с целью безопасности. Также закрыты сотни учетных записей за оставление таких комментариев. YouTube продолжает предпринимать меры для обеспечения безопасности детей на платформе и закрывать любые подозрительные запрещенные комментарии и аккаунты, которые оставляют эти самые комментарии. И также продолжает работать над улучшением систем и методов защиты, чтобы в том числе вернуть доверие рекламодателей. Далее, что еще касательно данного скандала? Также произошло ограничение монетизации. В частности, YouTube отключил монетизацию в видеороликах, в которых есть несовершеннолетние, подверженные риску появления вредных комментариев. И может возникать желтый доллар, либо просто отключение монетизации. Если вы считаете, что в вашем видеоролике монетизация отключена по ошибке, вы можете подать операцию. Кроме того, любой зритель, который видит какой-то контент, в том числе видеоролики, либо комментарии, которые подвергают опасности несовершеннолетних или показывают неуместные с ними обращения, можно отправить такой видеоролик на проверку, выбрав пункт жестокое обращение с детьми через инструмент подачи жалоб. Также еще один скандал, который тоже связан с видеороликами на YouTube. Реклама порно на YouTube. Что бы вы думали, регулярно эти скандалы происходят, я уже, например, не удивляюсь. В частности, у некоторых пользователей стала появляться настоящая реклама порно. Скорее всего, такое нарушение связано с уязвимостью в системе модерации рекламируемого контента. И, вероятно, она не учитывает прикрепленные к видео плейлисты. На фоне скандала с педофилами, появление порно – это еще одна капля, которая может выдавить еще большее количество рекламодателей с платформы и, как следствие, снизить потенциальные заработки для нас с вами, для авторов каналов. Далее, YouTube уже начинает переходить грани разумного. В частности, YouTube удалил каналы игроков в Pokemon GO за использование сокращения CP. Алгоритмы решили, что это сокращение расшифровывается как детская порно. В частности, 17 февраля были удалены два крупных канала игроков в Pokemon GO. Они получили предупреждение за размещение роликов, содержащих контент сексуального и порнографического характера. Хотя, естественно, такого контента там не было. Авторы были в шоке. Как выяснилось позже, это было связано именно с тем, что в метаданах использовался термин CP. И YouTube, естественно, принял это за неправомерный контент. Оба автора связались с YouTube и подали апелляции. Их каналы были восстановлены к концу того же дня. Представители сервиса дали комментарий, что да, действительно, каналы были удалены по ошибке. Теперь новость, которая касается статьи 13 в Евросоюзе. Директивы об авторском праве. Итак, финальную версию текста статьи 13 согласовали в Европарламенте. И теперь уже этот законопроект передается в Европарламент для окончательного голосования, которое состоится в марте или в апреле 2019 года. Если законопроект будет принят, то интернет-платформы и поисковые системы должны будут выплачивать лицензионные сборы издателям. Более того, будет запрещено любое, в том числе добросовестное использование и цитирование материала, на которое вы не имеете исключительных авторских прав. Это будет, правило, распространяться на весь созданный пользователем контент, то есть на user-generated content. И ответственность за такие нарушения будут нести владельцы платформы, то есть в нашем случае ответственность будет нести YouTube. И штрафы будут огромные, если будет выявляться контент, который нарушает данные правила. Так что посмотрим, каковы будут итоги голосования, но пока что прогноз не самый благоприятный. Другие новости. Предупреждения на панели управления будут отображаться в новой творческой студии. В частности, если на канале есть страйк по авторским правам либо по принципам сообщества, информация об этом будет выводиться в творческой студии YouTube. Вы будете видеть нарушения на канале и их количество. Другая новость. Теперь возможно скачивать свои собственные видеоролики, на которые отправлена заявка Content ID. Ранее это было запрещено, как вы знаете, но теперь это делать можно. Однако по-прежнему нельзя скачивать видеоролики, которые были удалены за нарушение авторских прав либо принципов сообщества. YouTube внес некоторые корректировки в работу инструмента публикации претензий. Как вы знаете, особенно при заявках, отправленных вручную через систему Content ID, часто не указываются тайм-коды, то есть те фрагменты видео, на которые была отправлена жалоба. И авторам приходится много думать насчет того, куда же, на какой фрагмент эта жалоба была отправлена и выяснять, что же за нарушение было допущено в том или ином видеоролике. В новой творческой студии будет лучшим образом настроен инструмент публикации претензий и более того, можно будет лучше удалять аудиодорожки или обрезать видеоролики. И это должно решить некоторую долю проблем с претензиями, поданными по системе Content ID. Далее, к другим новостям на YouTube, более благоприятным, так скажем, американские дети начали говорить с британским акцентом. Как выяснилось, они переняли этот акцент у кого бы вы думали? У свинки Пеппы. Родители из США заметили, что их дети говорят все больше с британским акцентом, потому что они просто смотрят очень много серий мультсериала «Свинка Пеппа». Мультсериал выходит с 2004 года и он очень популярен во всем мире, в том числе в США и, естественно, в нашей стране. Тревожное наблюдение, которое может свидетельствовать о все большем влиянии медиаконтента, в том числе видеороликов, размещенных на платформе, на умы людей и, в том числе, на подрастающие поколения. И теперь к новостям экспериментальным. YouTube тестирует новую функцию, связанную с комментариями. Теперь рядом с названием канала пользователя, который оставил комментарий, могут отображаться некоторые сведения о нем. Например, количество подписчиков, количество отметок «Нравится автору» и другая информация. Если данное новшество приживется и покажется YouTube полезным, то в скором времени мы увидим расширение тестирования данной функции и, возможно, внедрение этой функции на постоянной основе. Если у вас есть интересные новости из мира YouTube, пожалуйста, присылайте их мне, найти меня просто «Канаден», в том числе ВКонтакте, либо пишите их в комментариях. Ну и, естественно, интересно ваше мнение касательно нового скандала с детским контентом и с порнографией на YouTube. Об этом тоже расскажите свое мнение в комментариях, поделитесь, будет интересно прочесть и ответить. Спасибо за внимание. С вами Коно Дэн. Мы говорим про YouTube и это актуальные новости из мира YouTube. Поделитесь этим видео с вашими друзьями-ютюберами. А на этом все. С вами был Коно Дэн. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok